Во-первых, это Титан Икс и он чуть больше, чем полностью. Он прилетел ко мне прямо из Москвы, чуть ли не контрабандой. А во-вторых, эта видеокарта не для игр, а для работы, для монтажа видео, для графического и 3D дизайна и даже для инженерных вычислений, хотя это никого не останавливает и геймеры покупают ее себе для игр. Хотя даже сама NVIDIA говорит, что лучшая видеокарта для игр это 980Ti. Кого-то просто невозможно в чем-то убедить, а вот убеждать в том, что Титан Икс офигенен, я не буду. Я просто расскажу, что он может. А он может запустить совершенно любую игру в 4К разрешении, причем на самых-самых высоких настройках. Наконец-то можно шпилить в 4К разрешении и без проблем. Причем Титан Икс это чуть ли не единственная видеокарта, которая может это дать. Чтобы вы понимали, 4К это в 4 раза выше, чем просто HD и в 2 раза выше, чем Full HD. А значит, чтобы получить то же самое количество FPS, что было в Full HD, для 4К нужно в 2 раза больше мощности. Четвертый Battlefield получается 50 кадров в секунду. Напомню, это в 4К и на самых-самых высоких настройках. Что интересно, когда играешь в 4К, то противника легче заметить. Например, если в Full HD противник был размером 8 пикселей, то в 4К это в 2 раза больше, уже 16 пикселей. Far Cry 4 тоже играется на максимальных настройках и в 4К разрешении. Получается 48 FPS. И я считаю, что это очень неплохо, тем более, что для Far Cry 4 35 это уже с головой. Это не батла, где нужно 60. А вот ведьмак... Ведьмак это ведьмак. Ему сколько ни дай, всё ему будет мало. Nvidia Titan X выдаёт всего лишь 25 кадров в секунду на самых высоких настройках и 4К разрешений. А вот если убрать Nvidia Airworks, то получается 30 кадров. Да, цифры в играх не такие уж и огромные, однако, напоминаю снова, всё это тестировалось не в Full HD, а в 4К. 4К — это в 2 раза выше, чем в Full HD, а значит и нагрузка на видеокарту тоже в 2 раза больше. Вот, например, цифры, которые у меня получились в Full HD. Battlefield 4 — 142 FPS, Far Cry 4 — 119, а третий Ведьмак — 58. Больше набирает только Radeon R9 295X2, но там видеокарта с двумя чипами, а не с одним. Она жрёт просто нереально много энергии и больше половины киловатта. Да и шумит очень сильно. Здесь стоит 12 гигабайт GDDR5 памяти, 12 гигабайт. У меня в системе стоит 16 гигабайт оперативки, а здесь ещё и 12 гигабайт только под видео вычисления. Меня, честно говоря, цифра просто поражает. Турбина — это, конечно, красиво, круто и стильно, но я, честно говоря, никогда не любил турбины. Я ещё ни одной не видел, которая хорошо охлаждает. Если коротко и очень грубо, то обычное охлаждение нагнетает воздух отсюда сюда и рассеивает потом в совершенно разные стороны. В итоге тепло отводится быстрее. А что получается с турбиной? Турбина точно также нагнетает воздух, но продувает его сквозь всю видеокарту. В итоге получается так, что воздух нагревается здесь, потом проходит сюда, нагревается здесь, потом проходит сюда и здесь тоже нагревается, и так до самого конца корпуса, пока не выйдет вот здесь. В итоге получается температура намного выше. Титан Икс прогревается до 86 градусов, и это в одной только игре — в Battlefield 4. Слава богу, в стресс-тестах всё то же самое — 86 градусов и не больше. Так что если у тебя так много денег, ты купил себе Титан Икс и хочешь его разогнать, то придётся потратиться ещё и на водяную систему охлаждения, либо просто разогнать кулер и слушать, как он шумит. Всё это сделано из металла и очень жёстко держит саму плату. Нет ни единого повода бояться, что она может сломаться. Вот видите, как я её кручу? Вот это окошко может пачкаться пылью изнутри. Ко мне Титан Икс приехал уже поюзанный и как раз с пылью за окном. Так что если собираешь красивую систему, то придётся время от времени чистить. У меня стоит цифровой блок питания, который меряет потребляемую энергию. Так вот, Core 74770K, 16 ГБ оперативки, 3 SSD-шника и Титан Икс съедают вместе 350 Вт. Так что если просто играть в Battlefield 4 в 4К, не разгонять или просто работать, то хватит блока питания на 500 Вт. А с разгоном лучше брать блок питания на 650 Вт, потому что в пиковых нагрузках Титан жрёт 400 Вт. В общем, единственное, что мне не понравилось, так это горячее охлаждение и необходимость его чистить время от времени. В остальном это определённо 100% топ компании NVIDIA, которую нужно хотеть, нужно мечтать, на которую нужно копить деньги, а потом всё просадить в казино. А если без шуток, то мощнее её только Radeon R9 295X2, но она жрёт пипец как много энергии и очень сильно шумит. Поэтому NVIDIA наше всё. Кстати, интересный факт. Титан Икс делался не только для 4К игр или профессиональных задач, он делался и для Oculus Rift, потому что может вытянуть на нормальных FPS сразу два Full HD экрана. И ещё один интересный факт. Если это видео соберёт за месяц 150 тысяч просмотров, то я постригусь на лысо, мы об этом снимем видео и выложим к нам на канал. Плюс, я думаю, сделаем небольшой конкурс, так что ставим лайк, подписываемся на наш канал, шарим это видео в социальных сетях, рассказываем о нём друзьям и, конечно же, общаемся в комментах. Я Руди, я пошёл, всем пока, а вы пока смотрите другие наши видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok